Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в простой рабочей семье. Ее родители трудились на заводе. Девочка с ранних лет занималась спортом. Отдыхая в летнем лагере, Катя записалась в местный драм-кружок и серьезно увлеклась театром. Страсть к сцене привела к тому, что после школы Вилкова подала документы в Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева и была зачислена на актерский факультет. Во время учебы в Естегнеевке талантливая студентка уже играла Афелию на подмостках Нижегородского драматического театра. Театральная биография Екатерины Вилковой началась за год до совершеннолетия актрисы. Окончив училище в 2003 году, молодая девушка решила не останавливаться на достигнутом и отправилась покорять российскую столицу. Екатерина подала документы сразу во все театральные вузы и прошла на конкурс в трех из них. Выбор Вилковой пал на школу-студию МХАТ, куда будущая звезда была зачислена сразу на второй курс. В период учебы Екатерина дебютировала на экране ролью Софьи Голицыной, историко-приключенческой драме режиссера Михаила Шевчука «Сатисфакция». В 2007 году Вилкова переоплотилась в заключенную по прозвищу «Насос» в фильме-триллере Ильи Шиловского «Нас не догонишь». Актриса удостоилась первой награды – премии за лучшую женскую роль на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Настоящей проверкой на профессионализм для любого актера становится участие в экранизациях классики. Здесь Екатерина оказалась на высоте, сыграв Дашу в картине «Бесы» и фенечку по произведению Тургенева «Отце и Дике». Широкую известность принесла актрисе роль Бетси в музыкальной картине Валерия Тодоровского «Стеляги». Хотя ее героиня на протяжении всей ленты не произносит ни одного слова, а только поет и танцует. Большой успех у зрителей вызвала восьмисерийная драма «Верное воскресенье». Актрисе досталась роль журналистки Павлы Кочетковой, решившей отомстить за свою мать, некогда восходящую звезду балета, чья судьба много лет назад была погублена сынком влиятельного человека. В 2011 году на экраны вышли сразу несколько фильмов с участием Екатерины Вилковой. Многосерийная биографическая лента «Фурцева», комедия «Суперменеджер» или «Мотыга судьбы», романтическая комедия «Свадьба по обмену», криминальная драма «Пирамида», комедия о чем еще говорят мужчины. Также актриса запомнилась по роли заботливой мамы и талантливого педагога Ани Немчиновой в мелодраме «Верю», главного технолога шоколадной фабрики Марины в комедии «Раз-два, люблю тебя», блестящего воплощенного образа командира эскадрильи Лидии Литовченко в военной драме «Истребители», Кати в картине «Небо падших», Миледи в «Трех мушкетерах». Тренера женской сборной по сноуборду в фильме «Сфорте только девушки», Полина Серебряковой в «Детективе убить Сталина», старшего сержанта Кирьянова и в ремейке популярного военного фильма «Азори здесь тихие», Светы в комедии «Одноклассницы», повествующие о приключениях трех подруг, отправившихся в Сочи на девичник. Огромную популярность Екатерине принес в сериалы «Отели Леон», где она сыграла одну из главных ролей. Ее героиня София Яновна, управляющая «Отелиом», властная девушка, которая привыкла работать по западным стандартам. Она хочет превратить «Отели Леон» в образцовое заведение. В сезоне 2010-2011 годов участвовала в проекте первого канала «Лед и пламень», где ее партнером был Максим Шабалин. В 2011 году Екатерина Вилкова вышла замуж за актера Илью Любимова. Илья Любимов, муж актрисы, свято блюдет традиции православия, поэтому супруги не ограничились ЗАГСом и обвенчались. Таинство овенчания состоялось в храме священномученика Антипу. Супруги растят двоих детей, дочку по имени Павла и сына Петра. Супруги растят двоих детей, дочку по имени Павла и сына Петра. Угрушение леоня. Продолжение следует...